Да, Алексей, я надеюсь, что вы хорошо меня слышите и прекрасно видите. И вот для меня огромная честь быть приглашенным в прекрасный город Санкт-Петербург, несмотря на то, что я не могу там быть лично, но тем не менее, очень здорово, что я могу быть частью этого прекрасного заседания. И это тема, которую мне поручили сегодня осветить, это тема и за ее пределами, актуальна и решенная проблема. Надо сказать, что на самом деле у нас очень сложные органы, с которыми мы имеем дело, потому что они находятся очень глубоко в полости таза. И если мы говорим о мезуректоме, то мы должны сохранить большое количество важных функциональных структур, таких как мочеточник и функцию прямой кишки нужно сохранить. И если мы говорим с вами о вот таком разрыве, да, или, так скажем, о плохом отношении к структурам малого таза, вот посмотрите, мы вот таким образом пальпируем, просто вводим руку в пациента и стараемся убрать оттуда все ненужное. Но очень много локальных рецидивов, 30-40% локальных рецидивов, это то, с чем мы сталкиваемся, больше 50% всех рецидивов локальных, они находятся внутри тазовой полости, и они соотносятся с плохой выживаемостью. И надо сказать, что Билл Хилд впервые продвигал следующее, показал, что мы можем зайти в хирургическое поле и отделить мизуректом от окружающих тканей, которые в противном случае находятся, будут повреждены. И, соответственно, это абсолютно новый подход, и мы увидели большое количество улучшений, то есть мы отделяем прямую кишку и мизуректом от... Я уже сказал, что ТМЭ – это золотой стандарт. Давайте посмотрим на рецидивы в течение двух лет. Если мы начинаем применять ТМЭ от традиционной хирургии, мы отошли в тот момент, и у нас количество локальных рецидивов упало с 15% до 6%. То же самое произошло в этом исследовании по ТМЭ. В 2002 году была сделана публикация. После двух лет количество локальных рецидивов упало с 16% до 9%, всего лишь улучшив, так скажем, хирургическую технику. То, что касается локализации. Если мы с вами посмотрим на это исследование, которое включало пациентов без лучевой терапии, если мы посмотрим на полноту ТМЭ со стороны патологии, то вы увидите, что у этих пациентов приблизительно 56% у них был идеальный макрообразец, и приблизительно 20% у них был частично или полностью, почти полная ТМЭ, и неполная ТМЭ была в 23%, почти 24%. Соответственно, если мы с вами посмотрим на локализацию, то от этого будет зависеть, по большому счету, насколько сложна хирургия. Итак, полная ТМЭ была очень сложная, ее сложно было провести, если это была дистальная локализация в дистальной порции прямой кишки. Это наиболее сложно, и мы все это хорошо знаем, потому что мы все оперируем. Если вы посмотрите на хирургию, то верхняя часть, это на уровне сигмовидной кишки, она становится очень сложной, если вы заходите в среднюю часть тазовой полости таза. И я надеюсь, что вы все еще меня слышите. И вот если вы посмотрите на это исследование, которое проводилось в 2009 году о Киёше, то вы увидите, что если вы сравните мужчин и женщин, и если вы посмотрите на диаметр таза, на высоком уровне, на, так скажем, среднем уровне и на уровне нижних популярных отделов, то в этом случае вы увидите, что здесь гораздо более узкие структуры, и средняя часть – это самая узкая часть у большинства мужчин, как раз. Соответственно, доступ к нижним отделам довольно сложный, и это очень важно, чтобы мы здесь правильно и полностью делали ТМЭ. Соответственно, существует большое количество факторов, которые влияют и играют важную роль в сложности, которые представляют из себя ТМЭ. Это, прежде всего, диаметр таза, потому что на мужчинах, конечно, нам перебрать сложнее. Потом структуры внутри, например, если это большая пристательная железа, то это, опять-таки, усложняет операцию, и пристательное железо вы не можете смещать, особенно если это передние, предлежащие опухоли, то в этом случае, если идет прорастание мезуректом, то в этом случае опухоль очень сложно, сложно до нее добраться. У женщин бывает очень сложно, и также труднодоступные районы, поскольку локализация опухоли, особенно если они принадлежат к переде, то в этом случае очень сложно оперировать. Опять-таки, высота опухоли особенно, если мы говорим о... очень сложно добраться до прямой кишки, до этого отдела прямой кишки, и также пациент, пострадающий ожирением, это очень сложно, если высокое МТ. Поэтому кто у нас самый сложный пациент? Передний, предлежащий опухоль, мужчина с ожирением, и с крупной пристательной железой, и также, если опухоль лежит близко к сфинктеру. И, соответственно, мы говорим о дистальных поражениях и о техниках, которые должны быть подобраны к конкретному случаю, к конкретному пациенту. Возможно, это нет идеальной техники для любого, подходящего любому пациенту. И сегодня у нас так называемый хирургический племенной струй, потому что есть племя, так скажем, роботохирургов, есть открытая хирургия. И в зависимости от того, на какую конференцию вы отправляетесь, по роботохирургии или по открытой хирургии, по лапароскопии. Консервативные хирургии часто говорят, да, вы знаете, нужно открытую хирургию применять. Сторонники робототехники говорят, но я полагаю, что именно множественные техники в ваших руках позволят вашу хирургию сделать наиболее применимой для разных пациентов и адекватно работать с аппаратом, с мышечным аппаратом, например, пациента. Конечно же, если вы работаете с большим количеством разных опухолей, вам нужен же определенный объем операции. Вы не можете работать в центре, где у вас, например, 10 случаев всего в год, и вы, конечно же, не можете применять там разные техники. Алексей, вы меня хорошо слышите? Поэтому вам нужен поток пациентов, вам нужен определенный объем, и вам, безусловно, нужно набраться опыта и хорошо получить обучение. Вам нужно пройти определенный путь для того, чтобы применять правильную хирургическую технику для правильного пациента и выбрать, что вы выбираете. ТМЭ, вы выбираете открытую лабороскопическую хирургию, вам нужны когнитивные, моторные навыки, вам нужны навыки, курсы, постоянное обучение, хорошие курсы, живая хирургия, отбор пациентов, и также работа с трупным материалом. И давайте вернемся к отбору пациентов. Это прежде всего не только отбор, но также и мониторинг пациентов для того, чтобы повышать качество ваших хирургических вмешательств. Давайте посмотрим на полароскопическую ТМЭ. Сегодня очень многие применяют именалопароскопию. Это действительно разумно, потому что у вас гораздо лучше короткосрочные исходы и онкологические исходы также хороши. Но только если это в руках, эта техника в руках опытного хирурга, вам нужно обучение, нам нужно хорошее лабороскопическое оборудование. И тем не менее, она все еще сложна в нижних ампулярных отделах, потому что нет достаточной ангуляции инструментов. Сшивание может быть, у нас нет идеального степляра на данный момент, это очень сложно. Перпендикулярно степлерами работать в прямой кишке нам нужен степлер как минимум больше 45 градусов, для того чтобы перпендикулярно все сшить и при этом обеспечить адекватную висклюризацию. Также дистальную границу очень сложно определить, и в некоторых пациентах вам нужно, так скажем, разные техники комбинировать с ТМЭ, особенно если это очень узкий мужской таз, может быть очень сложно. И что вы можете сделать? Вы можете добавить трансанальное ТМЭ и оперировать через анальное отверстие. Это может быть, например, подход с двумя командами в операционной, потому что одна команда очень сложная, потому что вам нужно, вы начинаете очень высоко, потом вы спускаетесь вниз, и вы видите анастомоз у некоторых пациентов, и по большому счету это очень длинная операция, если это подход в одну команду. То есть вы начинаете оперировать как две команды изначально, и затем комбинируете два этапа хирургии. Одна команда делает верхнюю часть, проводя то хирургическое вмешательство, которое мы обычно делаем, пока вы доходите до предстательной железы или до влагалища, и затем вступает другая команда для тех пациентов, у которых опухоль очень близко к сфинктеру, или у которых такие анатомические структуры, которые делают хирургическое вмешательство сложно. То есть это небольшие пациенты, узкий таз, низкорасполагающаяся опухоль. Вот, например, подобный случай. Здесь будет много времени, если вы будете отделять эту опухоль от... Тем не менее, я думаю, что в две команды это хорошая техника. Для многих пациентов мы говорили уже о том, что у некоторых пациентов может быть хороший ответ, но не полный клинический ответ. Например, очень сложно определить опухоль пальцевым осмотром, и в дистальном отделе, например, вы должны добраться до тазового дна у каждого пациента, но некоторые опухоли находятся так близко к тазовому дну, что очень хорошо бы добавить трансанальную диссекцию, и нам, безусловно, нужно обучение, и оно является очень важным. Итак, то, что касается трансанального ТМС, существуют определенные соображения за и против. Я думаю, что соображения за – это прежде всего короткие, хорошие исходы лапароскопической хирургии, нет дистального сшивания, и вы можете увидеть дистальную границу, что может нам помочь у некоторых пациентов, особенно, если опухоль действительно у нас серьезно сократилась после неодневатной терапии, вы можете снизить манипуляцию. Это некая техника отодвигания, или наоборот, подтягивание от мезуректома. Вы как бы подтягиваете мезуректом кверху, и затем у вас может быть идеальный, так скажем, период отмывки. И нам нужно отрицательный момент – это непростая техника. Нам нужно большое обучение. Антоний иногда говорит, что действительно это легкая техника, но совершенно нет, это только легкая техника в руках опытного хирурга. Нет рандомизированных исследований. И существуют также некоторые соображения по поводу долгосрочных и кашлянергологических исходов. И я думаю, что вот еще одно исследование, которое мы хорошо знаем, это результаты норвежского исследования по поводу трансанального ТМС. Я думаю, что это хорошие норвежские результаты. И было семь клиник, из которых три клиники были отвергнуты, потому что за четыре года было одно или три трансанального ТМС. Еще четыре клиники, там было 37-57 за четыре года. То есть, по большому счету, это не очень большой объем пациентов. И большинство из них это были высокоампулярные опухоли. То есть, соответственно, это никакого отношения не имеет к тем показаниям, о которых мы говорим сегодня. У них был низкий уровень рецидива после трех лет по сравнению с другими хирургическими шляхствами, где было 2,4%. Достаточно высокие, 11,7%, извините, по сравнению с 2,4%. И надо сказать, что местные рецидивы пациенты получали неодевантную химиотерапию. И это зависит от культуры резекции и воплощения техники, так скажем, сберегающей сфинктер. Мы включили также кривое обучение. И первые 90 трансценарных ТМЭ мы сравнивали с другими техниками. Наши результаты показали, что уровень локальных рецидивов – это 2,2%. И у нас были осложнения, связанные с анастомозом 4,4% в раннем этапе. На раннем послеописационном этапе 2,2% и затем в позднее тоже 2,2%. У нас не было никаких случаев болеи СО2 и поражения мочиточника. И мы, надо сказать, что все это были дистальные колоректальные раки. Это очень важно. То есть это не среднее и невысокое ампулярные отделы, это низкие дистальные раки. Соответственно, это хорошая техника для экстремально низких раков, когда нам нужно определять дистальную границу. Если вы посмотрите на трансценарное ТМЭ после локальной резекции, я думаю, что здесь у нас это очень хорошее показание добавить трансценарное ТМЭ после локальной резекции и посмотреть на возможности тотальной ТМЭ. Возможно, не трансценарное, но сверху. И если мы добавим трансценарную дистекцию, я думаю, что это очень хорошее показание. И теперь давайте перейдем к роботической ТМЭ, потому что, возможно, это наше будущее. Я являюсь энтузиастом роботохирургии, и я полагаю, что это может вам действительно помочь прежде всего в хорошем помещении, в очень хорошей установке инструментов внутри тазовой полости. Вот это, Адин Славович, нам нужна, безусловно, нам нужна практика, нам нужно обучение как и при эндоскопической хирургии, так и при роботической ТМЭ. Есть и за, и против. Это, прежде всего, хорошие краткосрочные результаты, достаточно хорошая 3D-визуализация, очень хороший контроль хирургам. И тем не менее, как правило, очень многое зависит от опыта вашей команды. Безусловно, отрицательные моменты – это цена цена самого робота очень высока, и обучение также. Также вам нужно обучение, безусловно, несмотря на то, что цены на робототехнику снижаются, но обучение довольно сложное и достаточно длительное. Тоже дорогостоящее. Итак, в конце концов, нам нужен отбор пациентов, нам нужно прежде всего подбирать хирургическую технику под конкретные хирургические случаи. Нам нужно понимать, какие у нас анатомические ограничения и каким образом вы можете определять дистальную границу. Хотите ли вы, опять-таки, вам нужно определить объем. И вам нужно определить объем, вам нужно определить инструментарий, определить команду или команды, которые вам понадобятся, потому что вы должны быть, безусловно, экспертом хотя бы в одной из этих техник. И, безусловно, вы должны записывать все данные и проводить хороший контроль качества, и понимать, что вы делаете. В конце презентации я хотел бы сказать, что вы должны подбирать технику под пациента, под клинический случай. И я думаю, что для многих верхнеапулярных раков мы также можем получить очень хорошие исходы при роботической технике, но эндоскопическая техника выглядит очень хорошо, с хорошими краткосрочными результатами славы, является более хорошим экспертом в этой области, нежели чем я. И надо сказать, что дистальные границы, если у нас большая, очень пристательная железа, передняя прилежащая опухоль, то в этом случае нам нужно сделать ТМЭ. И затем осталось вручную, но начиная, так скажем, я бы хотел показать вам вот такую хорошую технику ТМЭ в прошлом, в настоящем и в будущем. Это прекрасная статья Джоа Бернолла и Келлера. И я хотел бы поблагодарить Алексея и всю команду за это приглашение и за то, что у меня есть возможность выступить. Продолжение следует...